приветствую на канале инспектор гаджетов страничка вейпинга и на этот раз она будет посвящена бачку фараон это продукт фирмы digiflavor фарао rta сделан совместно с рипом триперс небезызвестным видеоблогером и обзорщиком и так я думаю вы уверен даже что вы смотрели обзоры топовых блогеров видели кучу обзоров данных данного бака и в принципе ничего нового я вам не скажу я могу высказать свое мнение с точки зрения обычного вейпера хорош ли этот бак его минусы и стоит его в принципе брать понравился ли он лично мне ну давайте начнем с коробочки хоть это тривиально и в принципе это все видели но все-таки покажу то есть кроме самого бачка у нас имеется сменная стеклышко а также расширитель объема кроме того у нас есть подпись рип триперс project у нас есть инструкция такая вот книжечка у нас присутствует здесь русский язык так что это можно назвать плюсом также у нас есть пакетик с допами среди которых у нас куча аварийных есть цветные есть болтики а также есть переходник под 510 коннектор это в принципе все вот ну а теперь сам бачок среди технических характеристик не буду углубляться две характеристики самые главные это диаметр 25 в нижней части верхней верхней части он чуть шире но нижняя часть 25 миллиметров в принципе это характеризует бачок то есть на какой на какой мод вам его накручивать а также объем это 46 миллилитров стандартной версии и если использовать расширитель то будет целых восемь миллилитров а небезызвестный москит заливал туда по моему все десять вот ну теперь давайте посмотрим его поближе начнем сверху и сверху у нас металлическая крышка одновременно слушающая дриптипом металлическая крышка открывает нам доступ так сказать к внутренностям нашего бака это даже нельзя называть отверстиями то есть мы просто практически получаем сразу доступ к его полной емкости вот и заливать тут реально можно под самые там под самые края здесь есть а ринг шахта довольно таки широкая вот претензий к этой крышки нет единственное что нет накатки но несмотря на это он и закрывается открывается раскручивается очень хорошо единственное что ну это приходится делать руками держась за этот самый дриптип встроенный также у нас есть такая пластиковая вставочка которую можно при желании убрать она у нас служит для сужения ну воздуховода можно так сказать и также уменьшает нагрев нашего дриптипа вот такая штучка дальше у нас есть верхний обдув верхний обдув естественно настраиваемый можно его полностью перекрыть можно так чуть-чуть приоткрыть сбоку можно полностью открыть чтобы было видно отверстие вот ну про впечатление чуть позже в общем верхний обдув удобный необычный и с накаткой можно удобно пользоваться дальше идет сам бак видно название фараон жижка там плавает вот фараон у нас есть регулировка жижеподачи она у нас очень кстати удобная на самом деле мне она очень понравилась но наверное опять чуть позже об этом поговорю то есть вращение мы закрываем или открываем нашу жижеподачу далее у нас накатка есть чтоб откручивать верхнюю часть и получить доступ к базе и а также регулировка нижнего обдува который у нас регулируется может сказать будем считать вот полностью открытый первое положение второе третье четвертое и пятое то есть у нас есть фиксатор то есть не свободная не свободная регулировка а вот пять положений от закрытого до открытого вот в принципе тут информация о производителе и пин нерегулируемый и очень хорошо выпирающий на мехмодах вряд ли кто-то будет использовать данный бачок так ну теперь буду делиться впечатлениями буду делиться впечатлениями первое впечатление например о том что можно получить доступ к базе даже не сливая жидкость то есть при залитом баке мы можем получить доступ к базе просто опустив бак вниз жижа никуда не денется и вот наша база мы выкручиваем наш верхняя часть в перелетном состоянии с налитой жижей очень удобно вот вот наша база в принципе можете посмотреть что у меня тут накручено у меня конечно такая довольно солидная парнота стоит вот укладывал ватку я по примеру того же рипа триперса но это думаю что автор бака лучше всех знает как наматывать данный бак поэтому я сделал по его примеру ну то есть это я ватку сначала вниз а потом края чуть вверх замечу что ватка должна обязательно закрыть вот эти щели чтобы не было не было переливов у меня первый раз когда первый раз наматал бачок случился перелив вот поэтому всех предупреждаю обязательно полностью закрывать но трамбовать тоже не стоит обдув у нас вот осуществляется снизу то есть нижний обдув у нас заходит и обдувает нашу спиральку снизу очень удобные стоечки то есть бак как видите рассчитан на одну спиральку и вот как раз почему меня заинтересовал этот бак то что одна спираль но можно поставить сюда просто дичайшую какую-то порноту и использовать то что обычно в обычных баках просто не поместится здесь можно использовать практически все удобные вот эти зажимы на пружинках то есть все в этом плане вообще нареканий нет просто отличный бак единственное что конечно одна спираль я немножко уже от этого отвык то есть привык к двухспиралькам и вот очень хотелось какой-то бак односпиральный но навалистый вот но опять же об этом чуть позже то есть вот такая база и получаемый доступ к ней без необходимости сливать жижу это большой большой плюс теперь еще такой немаловажный момент это то как этот бак смотрится на разных модах но мне по крайней мере просто удобно сейчас битва показывает на боди поэтому приступим ой улетела но начнем с мелочи начнем с мелочи как он выглядит на моем на неке то есть здесь принципе стандартно 24 миллиметра это максимум то есть более 24 миллиметров даже несмотря на чехольчик здесь выпирает в общем 24 здесь смотрится отлично 25 здесь конечно великоват но я по вам просто хотел бы продемонстрировать как это выглядит как он выглядит на на неке вот еще кстати вот видите сейчас я вот так ручу очень удобно накручивать то есть я его насадил и кручу вот за стеклашка за верхнюю часть то есть на крыса я его не затягиваю кручу кручу дальше просто крутится регулировка жижи подачи это мне очень понравилось потому что обычно в таких баках приходится крутить за нижнюю часть не за обдув держась в общем как они очень долго здесь я просто вообще не пара что кручу кручу все крутится наша подача все в бак установлен и затягивать его нет не нужно ну это такая вот как раз особенность бытовая то есть из обычного использования вот ну в общем вот такой на ник вот такой фараон видите фараон ну немножко немножко меньше чем сам вообще мод и даже я сказал бы что вот верхняя часть на самом деле здесь тяжелее чем сам модик ну или по крайней мере практически одинаково использовать можно я вообще так и предполагал гонять его на нано ну как бы эстетически он выглядит нормально вот благодаря чехольчику силиконового он здесь не спадает за края если убрать чехольчик то можно увидеть конечно тот зазор вот но в чехле он как бы выглядит очень даже хорошо ну габариты конечно не стандартные большие кто ну я например ничего зазорного в этом в этих в этой связке не вижу хотя конечно же тяжеловато тяжеловато такой здоровенный просто бак на таком маленьком моде вот посмотрим дальше теперь с точностью да наоборот это я все его кручу верчу ну он немного вот видите сопливит но это абсолютно не не минус это связано с тем что верхняя обдув открыт оттуда сочится с точностью наоборот теперь как этот 25 миллиметровый бак выглядит на макса на максимум для макса 25 миллиметров это вообще ни о чем поэтому как я говорил кручу за верхнюю часть все закрутил у меня крутится верхняя крышка подача ну вот на макса про вообще он даже за края не выступает то есть на макса он выглядит даже маленьким можно так сказать но это я я думаю вообще как бы идеальный вариант потому что если черный корпус в моем случае черный чехол черный цвет чисто эстетически выглядит но отлично отлично хотя я все-таки привык что на моем макса 30 миллиметровые девайсы накручены и как лично мне кажется что здесь фараон как-то даже маловат вот но в самое оно на самом деле самая но вот ну а теперь продемонстрирую на чем я его в принципе сейчас и парю хотя изначально я планировал делать это на нанике сейчас я его использую на юбе ультра и здесь он просто идеально становится то есть по габаритам 25 миллиметров даже несмотря на чехол 25 отлично чехольчик даже больше в общем выглядит здесь он отлично просто это вот идеальный вариант тем более 2 2 батарейки для такого бака самое оно вот про закрутку я вам сказал теперь перейдем так сказать к тем главным особенностям баком и вообще о чем судят когда бак хорош или нехороший это вкус и навал как мне казалось и вообще так предполагал что из-за своих больших объемов из-за из тех обзоров что я лично видел ну какие у меня сложилось мнение что этот бак в первую очередь все таки навалисты потому что здесь можно ставить различную ну практически все что угодно но точно не вкусовым никого кого же было мое удивление когда этот бак я назвал бы даже более вкусовым то есть где-то 60 процентов вкуса 40 процентов здесь навала хотя я думал будет нас к с точностью наоборот вот как я его использую здесь конечно у вас большой выбор настройки именно обдува вашего бака но я использую так то есть предпоследнее деление почти открытый полностью нижний обдув почти ну и верхний обдув немножко немножко немного 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 вот самую малость то здесь краешку при открыт это на мой взгляд идеальное сочетание то есть когда мы открываем нижняя полностью обдув верхней закрываем это у нас полный просто просто навал если мы с точностью до наоборот используем только верхний обдув это у нас вкус но большой удар по горлу вот это тоже принципе на любителя если открыть полностью это это ну такая вот воздуха получается слишком много и практически ну один воздух вот и вот в это сочетание по моему самое идеальное и при таком сочетании вообще я хотел бы заметить что я скептически вообще на относился к верхнему обдуву просто ну как бы я привык к тому что всегда использую нижний то есть нижние это самое но это вкус и навал идеальное сочетание ну боковой так сказать может быть дополнительный но в некоторых видах атомов вот но верхний верхний этаж в обдув как бы теоретически ни о чем но оказалось не совсем так на самом деле очень интересное решение использовать нижний и именно верхний обдув сочетание очень классно то есть мы благодаря как раз этому верхнем обдуву получаем вкус которого обычно не бывает вот в таких стандартных баков с нижним обдувом то есть это реально такая особенная фишка данного бака и нижним верхним обдувом здесь обязательно нужно пользоваться чтобы эту специфику изюминку из этого бака выжать вот сейчас у меня здесь 23 ома и это я парю на 50-55 ваттах жижки здесь не так много сейчас кстати жижи подачу откроем как я говорю очень удобно здесь все хоть ну это не протечки но реально просто я здесь сейчас все раскручивал не раскручивал не обращайте внимание что протираю это когда так сказать в стационарном состоянии когда не кручу туда-сюда все это здесь все сухо и хорошо вот теперь давайте покажу вам как я это дело вот так обдувчик вот так вот отличное отличное сочетание и навала и вкуса но хочу предостеречь всех тех кто думает что здесь навал преобладает совсем нет мне даже теперь я вообще рассчитывал этот бак как односпиральный навалистый бак получилось не так это все таки на мой взгляд более вкусовой бак именно вот верхний обдув здесь решает в данном случае и реально бьет по горлу то есть я гоняю здесь три миллиграмма и вот я здесь напариваюсь просто но очень быстрее чем на других своих стандартных девайсах еще еще такой момент о верхней крышке но если с например сравнивать с супримом рдта ой прошу прощения супримом аромамайзером плюс рдта то мне не нравится в данном баке верхняя вот эта вот крышка открывает доступ к заправке когда я ее открываю заправляю бак я могу напомнить баку наполовину когда его закручиваю у меня вот в конце когда его закручиваю меня здесь вылазит жижа всегда всегда закручиваю бак здесь вылазит жижа всегда он мокрый мне всегда приходится вытирать и вытирать не только здесь а и здесь тоже это мне раздражает этот бак я люблю но это меня раздражает в данном баке этой проблемы нет это ну просто супер по сравнению с предыдущим вот я реально здесь не радовался то что здесь можно налить хоть до самых краев и закручивая крышку здесь ничего никуда не вытекает это вот такой вот вроде бы мелочь но лично вот из моих наблюдений это мне нравится действительно мне нравится в этом баке ну в итоге могу сказать что бак большой бак тяжелый бак необычный бак специфический бак не дешевый то есть он принципе выделяется на фоне остальных вот но он однозначно его можно попробовать его можно попробовать особенно если вы иметь им ищите именно емкий односпиральный бак потому что вот в этой категории у него конкурентов практически нет односпиралки с таким объемом 25 миллилитров 25 миллиметров ну то есть но реально в этой категории просто конкурентов не существует связка очень интересная нижнего и верхнего обдува которая ну опять же все что я перепробовал для меня это вот вообще открытие но к минусам я отнес бы вот тот самый не навал то есть реально бака на мой взгляд не наваливает если вы хотите валить то это бак не для этого хотя с другой стороны смотря какую жижу использовать какую намотку использовать можно открывать полностью обдув да но этот бак скорее не для этого а скорее для получения практически ну как я сказал 60-40 но это вот 50 на 50 половина вкуса половина навалов в общем универсальный средний бачок в этом плане могу ли его рекомендовать ну конечно же конечно я могу его рекомендовать прислушайтесь к всем этим спецификам которые есть у этого бака если они если они не являются для вас минусами а как для меня плюсами то однозначно взять его стоит спасибо за внимание ставим лайки подписываемся на канал всем пока